Привет всем с разрешительного гаража! В сегодняшнем видео, ребята, мы будем помогать моей знакомой решить такую проблему, как... О, шутайся! Как замена шруса И я вам чуть позже покажу, как звучит это в салоне проблема Она напрягает, в общем, решили поменять И возникла другая проблема У нас в любом автомобиле их два И с какой стороны, не совсем понятно В интернете прочитал, есть несколько вариантов проверки То есть, вот лично мне кажется, что шрус надо менять с левой стороны Но там есть такой вот способ Грубо говоря, при повороте направо, если стучит, то значит слева Если при повороте налево стучит, то значит шрус меняется наружно и справа Само собой это наружный шрус, потому что проблема возникает только при повороте Если бы это был внутренний шрус, то он бы стучал постоянно Вот Так, ну вот, смотрите, сейчас у нас будет поворот Мы попробуем пройти его Сейчас мы поворачиваем направо Сейчас пропустит дядя А нет, не надо пропускать его Смотрите Слышно было? Не очень Ну, в общем, не знаю, слышно вам было или нет Направо он стучит не так сильно Сейчас попробуем Давайте, в принципе, вот здесь Хорошо видно, да? Вот так вот сейчас повернем налево О! Вот как раз-таки налево он очень хорошо слышен Ну, а если направо? Заднюю направо тоже Сейчас Вот он Налево хорошо слышно Ну-ка, направо И направо слышно, когда выкручиваешь до конца Короче, как вы видите, этот способ Влево и вправо не совсем работает Давайте попробуем Способ с домкратом Так, ну что, ребят Вот мы и приехали в гараж Та-дам! Теперь давайте проверим еще одним способом Наш шрус То бишь, нам надо вывесить Одну сторону Повернуть руль Влево или вправо И посмотреть Трясется ли с этой стороны Шрус Точнее, стучит ли он с этой стороны Но единственное, что может быть Он под нагрузкой может не стучать А может и стучать Короче, давайте проверим Итак, поехали! Да, не сильно-то и понятно Так, ну что, ребята Мы посмотрели ту сторону Там, как оказалось, никакого звука нету Хотя специалисты, которые диагностировали этот шрус В другом гараже Они продиагностировали и сказали, что именно Менять нужен наружный левый Но, как вы все слышали, никакого звука Там постороннего не было Но звук есть на правой стороне Итак, смотрите, как это смотрится Отчетливо слышен хруст И в яме Я вам сейчас покажу Как этот хруст выглядит Давай! Вот так вот Так что, в принципе, байка о том, что если слышится с левой стороны, то шрус меняется с правой, вполне себе как бы оправдывает. Действительно, мне в машине кажется, что звук идет именно с левой стороны. Но когда слазишь в яму, прям четко слышно, что наружный шрус хрустит. Вот так вот. Короче, смотрите, немного поспешил. Чтобы нам снять шрус, нужно открутить вот эту вот гайку. Также, скорее всего, нужно будет снять рычаг. Но, слава богу, я его недавно менял. И, в принципе, он должен легко сняться. После чего нам надо будет машину так можно максимум задрать в эту сторону, чтобы поднять, чтобы масло с коробки можно меньше вытекло. Или вообще не вытекло, говорю бы в идеале. Единственное, поспешил, но надо было, конечно, сразу в курсе выпуски. Так придется просить человека еще раз, чтобы он нажал на тормозах. Ну что, поехали. Так, смотрите, что тут нужно сделать. Здесь нужно будет снять шаровую. Я делаю это вот таким вот способом. Советская, москвичерская монтировка. Я ее туда вогнал, шаровая досталась. Продворительно открутился болт. Также хочу пожелать большой привет фирме Stelox. Смотрите, я две недели назад ставил этот наконечник. Он уже порвался, блин. Ребята. Конечно, он не до конца порвался. Но вот смотрите, вот вы видите, да? Не знаю, насколько там видно, не видно. Трещинки. Он видно, что он новый. Две недели назад я его ставил. Ребята, Stelox. Большой вам привет, блин. Такое качество. Ясно. Так, ну что, сейчас мы пробуем максимально завысить машину. Эту сторону, чтобы масло не вытекло. Ну, предварительно поставим вот тот бачок. Почистим его и поставим. Чтобы, если что, он назад все это дындурить. Ну что, поехали. Так, ну вот, смотрите. Настолько заклинивший шрус, что он уже... О, клинит там. Короче, ему уже полный трендерс. Сейчас мы что сделаем? Зажмем полуось в тисках. И просто ударим вот в эту вот часть, на которой сидит. Короче, бил, бил я его. Надоело мне бить, мне не поддается. Решил вот так вот отпилить. И сейчас вот так вот тиски зажмем. И туда вот ударим покрепче. Та-да! Блин, теперь шарики держу. Что такое? Что такое за жизнь? Да, конечно. Теперь... Слушай, нам надо здесь аккуратно. Погрепится. Погрепится. Так, ну вот, это так. Так, ну вот. Самое главное, не забудьте надеть все хомуты, пыльник. И сейчас добавим сюда смазки. И забьем, забьем... Зафиксируем полуось вот так вот в тисках. И сверху просто ударим. Все просто. Единственное, что вот здесь вот обломалась у меня эта пружинка. Она лопнула. И, короче, я выточил просто с обычной пружинки, которая у меня была, поставила сюда. Такой вот лайфхак. Не лайфхак, а лайфхак. Короче, нужно немного разработать все это дело. И добавить практически всю смазку сюда, туда, чтобы все было хорошенько смазано. Стопор я проверил. Он в тисках. Вот он. Видите, не дает выскочить. Стопор работает. Я думаю, что все будет супер. Так. Что, еще раз эту часть заполняем сюда и собираем. Берем специнструмент. Теперь осталось нам наше масло залить. Я думаю, что вот это вот будет проверка уровня масла в коробке. Потому что ничего другого лучше и не придумаешь. И оно как раз примерно было выше уровня шуруса. Так, смотрите. У нас есть вот такая вот воронка. Сейчас через нее мы зальем масло. Первый дубль так себе вон он лежит. Короче, вот такой вот вариант. Нужно немножко скрутить. Ну вот и все. Так, ну что, ребята. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если да, ставьте лайки. Если нет, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео на разрушительном гараже. Фирма Шруза была вот такая. Кумлина. Вроде как название. Кстати, там был в комплекте стопор. Я его просто не заметил и поставил свой. Ну, бывает. Хорошо.